Издательство Бомбора. Океан книг. Касающихся вашей жизни. Большие данные могут вам в этом помочь. На наших глазах радикально, хотя и незаметно на первый взгляд, меняются наши представления о самых важных областях человеческой жизни. Причиной тому служат интернет и данные, которые он сгенерировал. В последние годы ученые проводили исследования различных, но всегда огромных массивов данных. От сообщений о Кьюпид до биографических статей на Википедия и статуса отношений в социальных сетях. В этих миллиардах записей они смогли найти, вероятно, впервые, достоверные ответы на основные жизненные вопросы. В частности, на такие. По каким признакам можно определить хорошего родителя? Кто богат, а мы не догадываемся об этом и почему? Каковы шансы стать знаменитостью? Почему некоторые люди необычайно удачливы? По каким признакам можно предсказать счастливый брак? Если посмотреть на вопрос шире, что вообще делает людей счастливыми? Часто ответы, найденные при помощи данных, не соответствуют нашим интуитивным догадкам и требуют не тех решений, которые мы приняли бы. Дело обстоит просто. Из этих гор данных можно сделать выводы, которые дают возможность вам или кому-нибудь из ваших знакомых улучшить качество своих решений. Вот три примера, взятых из исследовательских работ, касающихся далеких друг от друга областей жизни. Пример номер один. Предположим, вы холостяк или незамужняя женщина, и личная жизнь у вас обстоит хуже, чем хотелось бы. Вы пытаетесь улучшить себя всеми способами, которые вам советуют окружающие. Одеваетесь лучше, отбеливаете зубы, делаете новую дорогую стрижку, все впустую. Женихи или невесты не толпятся под вашей дверью. Здесь могут оказаться полезными выводы из больших данных. Математик и литератор Кристиан Раддер исследовал миллионы случаев выбора на ОК-Кьюпит в поисках свойств, обеспечивающих наибольший успех у противоположного пола. Он обнаружил, и это совсем неудивительно, что популярнее всего оказываются красавцы и красавицы, живущие среди нас Брэды Питты и Натали Портман. Но в этих горах данных он обнаружил и другой тип людей, показавшие неожиданно высокую популярность — обладателей экстремальной внешности. Представьте себе, например, синие волосы, боди-арт, безумные очки или бритый череп. В чем же дело? Ключ к успеху обладателей необычной внешности лежит в том, что, хотя многим она не слишком нравится, всегда есть группа людей, которых она привлекает очень. А в вопросах отношений с противоположным полом это решает все. Здесь, если ваша внешность отличается от кинематографического идеала красоты, лучшей стратегией будет, по словам Раддера, набрать много «да», много «нет», но как можно меньше «аааа». Подобная тактика, как открыл Раддер, способна увеличить число сообщений на 70%. «Создайте крайний вариант себя», — говорят нам данные, и найдутся люди, для которых вы будете в высшей степени желанны. Пример номер два. Предположим, у вас только что родился ребенок. Нужно выбрать район, где вы собираетесь его растить. Вы советуетесь с несколькими друзьями, выясняете у Google некоторые основные факты, и, собственно, все. Вы счастливый обладатель дома для своей семьи. Не беном Ньютона, правда? В действительности сегодня дело обстоит ровно наоборот. Ученые воспользовались недавно оцифрованными данными налоговой службы, чтобы исследовать жизненные траектории сотен миллионов американцев. Они обнаружили, что возможность вырасти в определенном городе, более того, в определенном квартале этого города, резко повышает шансы в жизни. Причем эти кварталы могут оказаться вовсе не теми, которые люди считают наиболее престижными. И не теми, жилье в которых стоит дороже всего. Сейчас существуют карты, созданные на основе тщательного анализа данных, которые показывают родителям перспективность любого квартала в Соединенных Штатах. И это не все. Ученые внимательнейшим образом просеяли данные в поисках свойств, общих для всех перспективных районов. По ходу работы они откинули значительную часть житейской мудрости, касающейся воспитания детей. Благодаря большим данным, мы, наконец, можем просветить родителей насчет того, что действительно имеет значение для успеха ребенка. Намек – пример взрослых. А что имеет гораздо меньше вес? Намек – лучшие школы. И пример номер три. Предположим, вы – начинающий художник, которому никак не удается поймать удачу за хвост. Вы покупаете все книги по технике живописи, какие можете. Вы просите оценок и советов у друзей. Вы переделываете свои работы снова, снова и снова. И при этом все кажется бесполезным. Вы не можете понять, что делаете не так. Так, большие данные указали на вероятную ошибку. Недавнее исследование карьеры тысяч художников под руководством Сэмюэла П. Фрайбергера открыло прежде оставшуюся незамеченной закономерность, почему некоторые из них добиваются успеха, а некоторые нет. Итак, в чем же секрет отличия великих имен? Часто он заключается в том, как выставлять свои работы. Данные говорят нам, что художники, не добившиеся ничего серьезного, имеют тенденцию выставлять свои работы все время в одних и тех же немногочисленных галереях. Те же, кто сделал большую карьеру, как правило, выставляются в гораздо большем числе точек, увеличивая тем самым вероятность встречи со своим шансом. О важности демонстрации себя ради хорошей карьеры говорили многие. Но ученые, занятые исследованием данных, показали, что важно демонстрировать себя много где. Я вовсе не хочу сказать, что эта аудиокнига будет источником советов исключительно для одиноких, молодых родителей и начинающих художников, хотя полезные указания для каждой из этих групп в ней еще будут. Моя задача — подчеркнуть выводы из больших массивов данных, которые были бы полезны именно для вас, независимо от того, на каком этапе жизни вы находитесь. Далее последуют недавно разработанные указания, как быть счастливее, выглядеть лучше, продвинуться в карьере и многое другое. А идея книги пришла ко мне как-то вечером, когда я смотрел бейсбольный матч.